Это проект для предпринимателей. Я вообще, в принципе, сильно легче и с удовольствием работаю с теми людьми, которые похожи на меня. То есть это люди-предприниматели, с предпринимательским мышлением, которые все время находятся в поиске новых решений, в поиске новых таких вариантов взаимодействия, коммуникации, которые не останавливаются, которые не сдаются. И вот проект «Вэйкап», который я запускаю регулярно, но он вот даже за эти два месяца уже второй, я через него, то есть у меня сейчас большие вызовы передо мной стоят. И такие достаточно серьезные материальные обязательства. И мне очень важно себя поддержать и структурировать. То есть структура – это как раз то, что у меня в минусах. Не всегда я структурирована. Я такая, а я художник, я так вижу. И во мне много такого хаотичного, но то, что я про себя знаю, что это все-таки в какую-то систему у меня внутри выкладывается. Но это мне как раз дает вдохновение. А в бизнесе очень важно вдохновение собственника. Иногда ты можешь делегировать структурирование своим управленцам, а сам ты можешь позволить себе быть творцом, потому что творцы бизнес творят и созидают. А вот проект Вейкап, в общем, там мы идем через тело, ну, как бы единство тела, души и ума. И мы встаем в 6 утра, мы делаем там определенные практики, практики изобилия, тибетскую гормональную гимнастику. Потом мы вместе делаем зарядку. И вот каждый день у нас мы в этом треке проходим, и я в том числе, каждый день мы проходим какие-то вызовы. Вот, например, у нас задание сегодняшнего дня – это провести один час в темноте. Вот в полной темноте, даже вот если есть какая-то щель под дверью, вот ее заложить и провести в полной темноте. То есть вот преодолеть вот этот страх, да, погрузиться внутрь себя, понять там про что ты и половить инсайты. Даже телефон не должен быть в том помещении, в котором он находится, обязательно за дверью. И это очень, то есть сейчас очень много практик направлено на то, чтобы предприниматель себя наполнил ресурсом. Потому что просто сейчас двигаться на каких-то инструментах для бизнеса, там, да, этого недостаточно. Потому что бизнес заканчивается тогда, когда предприниматель принимает решение – все, больше не могу. Закончили. То есть закончился ресурс – закончился бизнес. Поэтому сейчас самое важное, вот то, что в Атланты постоянно, да, вещают, и то, чем мы все время делимся – как наполниться этим ресурсом, как восстановить себя, как себя во всем этом найти, как себя не потерять, как себя не истерзать, да, и не ввести в выгорание. Потому что в выгорание что ты можешь? Ну, ты пришел там в свое место для бизнеса, да, а ты там фактически и мать, и отец, и созидатель, и все. Если нет там твоей энергии, но нет там бизнеса, и люди там точно так же увядают, да, они не могут дарить клиентам ни радость, ни любовь, ни вдохновение. Поэтому очень важно сейчас для каждого вообще предпринимателя, очень важно себя поддерживать в ресурсном состоянии. И вот это помогает вот структурировать. Утром ты встал, у тебя есть определенные обязательства, ты делаешь это, потом ты это, потом ты справляешься с какой-то практикой. То есть ты все время выводишь себя на новый уровень, ты ломаешь те паттерны привычные, которые в тебе уже сложились. Потому что нельзя достичь новых результатов, а мы же всех про новые результаты, да, про новый какой-то рост, про новые ступени. И нельзя достичь чего-то нового, если ты, ну, как бы, старой дорогой ходишь на работу, если ты старыми инструментами им пользуешься, ничего нового в твою жизнь не придет. Поэтому вот очень важно вот эти вот создавать новые нейронные связи, да, для тела создавать новый отклик, и больше погружаться в себя для того, чтобы понимать про что ты, что тебе интересно, что для тебя важно. Ну, это про изучение себя, получается? Конечно, правда, это путь к самопознанию, конечно. Это вообще, в принципе, вот духовный путь.